Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сад для души. И сегодня я приглашаю вас в путешествие по своему саду в августе. Берите чашечку чая или кофе и начнем прогулку. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы видеть выход новых сюжетов первыми. Август это, конечно, гортензии. Вот там на заднем фоне, видите, с зеленцой такой, да, это лаймлайт. В этом году она очень такая, прям зеленая-зеленая. В прошлом году не такая была. Вот там вот те самые знаменитые лилии, которые выше забора, выше меня ростом. Сейчас с вами обязательно и в теплице заглянем. Я хочу вам рассказать про эту гортензию метильчатую Great Star. Я каждый год говорю, что это одна из самых эффектных гортензий, потому что у нее стерильные и нестерильные цветы рядом. Цветы пропиллеры. Она смотрится просто фантастически. И когда кто-то попадает в мой сад, конечно, обращает внимание на нее и на скумпию. Если она цветет в этот раз. Вот она, смотрите. Ну, это что-то потрясающее. Вот, роскошное. В тот уголочек флокса мы тоже сейчас обязательно пойдем. Здесь клопогон. Вот сочетание лимонной хоста и клопогона. Мне очень нравится. А клопогона только вот две стрелки выпустила, потому что в прошлом году пересаживала, а он очень не любит пересадку. Сейчас заглянем в теплицу. Но вот только я его прополола. Кстати, подсыпала компост перчику. Вот видите, как есть. Все еще не успела так уж прям подмести. Вот это, кстати говоря, петуния у меня, смотрите, цветет, так называемый, запасном кашпо. Она цветет, стоит в теплице. Это посев в конце апреля был. То есть она на смену пойдет той, которая уже как-то там не очень декоративно выглядит. Но вот перчик. Перчик только вот все только начинается. С перчиком. По перчику я сделаю обязательно отдельный сюжет. А это огурцы у меня на северной стороне в теплице. Китайские огурцы. Вон они сейчас пройдем. Вот здесь тоже, видите, запасная петуния стоит, чтобы где-то что-то, если не очень там красивое, то можно было заменить. Китайские огурцы, конечно, рулят. Это нечто. Это такие урожаи, которые просто, ну, они просто невероятные на самом деле урожаи. Вон они. Я очень огурцы люблю, поэтому мне в радость. Я говорила, что их можно консервировать, делать малосольными точно так же, как и все другие. Вон они. Сейчас вам покажу. Вон их сколько. Ну, знаете, на самом деле очень необычно. Кто заходит ко мне в теплицу, конечно, это нечто. Вон еще, вон какие гигантские гиганты. Это просто уже, вон, огурец-гигант. Эффект, конечно, производит неизгладимый, если кто раньше не видел особенно. А если вы еще не сажали китайские огурцы, обязательно посадите. Есть на канале сюжет про белые китайские огурцы. Очень необычные. Про помидоры тоже. В помидорки сейчас тоже мельком только заглянем, потому что сделаю отдельно про помидоры. Но только-только, видите, у меня все только начинается, потому что все сажала поздно, в июне вместо мая. Вот они, помидоры. Вот там на заднем плане лилейники цветут, остильба отцвела. Да, огурцы, вот тоже уже, видите, болезнь нас посетила. Но все равно плодоносят, но уже, в принципе, достаточно законсервировали. Вот все равно, несмотря ни на что. Вот он один из моих любимых. Бобрик, Адам, Аванс. Вот они. Вот. Поэтому отойдут огурцы в открытом грунте, будут в теплице китайские, и более чем хватит. Вот очередной тазик с огурцами сегодня снова будем консервировать. Клубнику обработала, обрезала листья клубники. Вот она. И комплексным удобрением подкормила. Сначала водой полила, и потом уже растворила комплексная, это кемира или фертика. Кашпо с петунией. О, вот она, гортензия. Смотрите, вот когда сюда, на самом деле, подходишь, вот реально дух захватывает. Справа Great Star. Дальше идут волны, просто море. И вот эта вот роза, такая ярко-красная на фоне гортензии кружевной. Это самый обычный белый. Белая гортензия, метельчатая. Ну, много таких сортов, я даже не буду акцентировать ваше внимание. Сейчас, пойдем. Ой, еле я пробираюсь здесь, между прочим. Флоксы. Ну, флоксы, это моя страсть. Да что не моя страсть, все моя страсть. Всех люблю, цветов, говорю, много не бывает. Пепперминтвист необыкновенный, когда вот такие шапки, конечно. Когда его много, ну, вообще всех цветов, когда много, все смотрится хорошо. Вот снова лилии. Ну, уже, уже отсветают, уже осыпаются, опадают. Вот, сейчас мы посмотрим, во-первых, вот восточная махровая лилия. Это особый шик. Махровые восточники, это вообще отпад. Вот они только будут у меня здесь зацветать. И я их посадила на грядку, где у меня будет общее укрытие здесь. Потому что здесь у меня редкие пионы. Восточная лилия махровая. Это барбареска. Очень редко, когда восточник вот такой темно-красный, махровый, можно встретить. Ну, вот, видите, уже отсветают лилии. Но, все равно, лилии реально бомбические, конечно. Лилии, вот тоже роза штамбовая. Отцвела. Не успела еще обрезать. А вот эта, а вот эта роза, одна из самых ярких роз. Посмотрите, какое чудо. И очень-очень неприхотливая. И классный цвет. Вот самый-самый, один из самых насыщенных. Сейчас я даже, вот у меня, я запамятовала. Сейчас я гляну и скажу вам. Вот она. Век Дер Синне. Ну, да. Вот это вот название. Розы я просто с трудом ее выговорила, все время забываю. Клер Де Роуз. Вот эта фирма. Итак, гортензии. Вот они. Кстати, вот это вот флоксы. Посмотрите, это филинги. Вот этот вот распустился, который в центре, это Нейчерл Филинг. Очень красивые филинги. Там, посмотрите, такая огромная серия роз, там флоксов. Там столько сортов. Вот это сжатый флокс. Такие, что тоже мода вот на эти. Видите, сжатые флоксы. Сжатые такие лепестки. Вот она, Лаймлайт. Необыкновенно, правда. Необыкновенно, конечно. Гортензии, гортензии. И сейчас столько сортов, и всех хочется. Ой. Как можно это же? Разрыв сердца просто. Это просто разрыв сердца. Это флокс от русского огорода, который у меня не соответствует совершенно сорту. Просто, ну, совершенно. Это сельдереечек. Сейчас буду тоже, не знаю, посушу или в морозилку отправлю. Кабачки. Скоро выйдет на канале сюжет про самый урожайный гибрид кабачков. Пока раскрывать не буду секрет. Поинтригую вас. Это картошка там. Вот там тоже флоксы. Волна флоксов. Это мешутка. Давайте сейчас вот отсюда еще посмотрим. Пойдем дальше смотреть. Потому что мы с вами только на первом участке. А у нас еще два участка надо посмотреть. Про четвертый я вам отдельно сделаю. Вот видите, у меня здесь тачка постоянно с просеянным компостом. Потому что по мере появления сил и времени я все комнатные цветы пересаживаю. Вот до сих пор не пересадила. Остильба суперба. Это поздняя остильба. Она у вас будет свисти, когда уже после всех-всех-всех сортов. Вот там вот мир флоксов тоже у меня. Это кислица в горшочке на пне. Красиво вот розовым будет свисти. Вот сейчас мы с вами пройдем чуть-чуть мимо. Кстати, птицы необыкновенно в этом году все жрут. У меня другого слова нет. Просто необыкновенно. Мишенька или мешутка. Это самый красивый, один из самых первых родоначальников вот этих полосатых флоксов. Это старый добрый бабушкин ситцевый. Вот он, Мишенька или мешутка. Ранний флокс. Кстати, вот он сейчас отсветет. Смотрите. И вот так вот нужно будет его обрезать. Вот цветонос. И дальше из пазух листьев, из пазух пойдут еще бутоны. И цветение будет, зайдет на второй круг. Обязательно. Я бы, конечно, могла снять сюжет вам на тему. Сделайте это с флоксами после цветения. Но мне как-то совесть не позволяет и гордо сделать такие заголовки. Вы поняли, да, в чьи огород камушек. Так, лилейники. Кис, дабл кис, по-моему, лилейник. Нежно-нежно, само оранжевый. Флокс, лизи. Вот. Так что, когда флоксы оцветут, срочно сделайте это с ними. Обрежьте цветоносы. Лилейнички сейчас. Лилейничка я вам в июльском саду тоже показывала их. Это тоже, тот же Summer Wine. Он очень долго цветет. Большой куст. И много, соответственно, конечно, у него цветов. Это лилейник арбузный. Вот он. Этот звук сейчас был. Это была смерть виноградной улитки. Улитки атаковали тоже в этом году. Безобразность себя совершенно ведут. Вот пионы тоже в пятнах. Пожалуйста, показываю вам. Потому что год такой, да. Ну и вот что. Опрыскивала и все с ними делала. Вот не очень состояние пионов. Поэтому вы не переживайте. В следующем году все будет хорошо. С погодой, может быть, повезет. Все-таки не високосный. Вот петуния. Только вот эта вегетативная петуния меня радует. Вот смотрите, необыкновенная. Дождь, не дождь. Вот. Прекрасно себя чувствует. А это вот звездное небо. У нее цветы понежнее и побольше. Ну так вот, видите, и то еле-еле она очухалась второй раз. Причем как дождь пройдет, все, она никакая. Розы. Розы Red Intuition. Очень красивый. Сейчас хоть, знаете, чуть-чуть вот дожди прекратились. Сейчас хоть розы чуть воспряли. И начали как-то расцветать. Принц Жерденье или Александр Пушкин. Это роза. Это совершенно обалденная роза. Тоже пометьте себе, запишите. Но это мияновские розы. Так же, как и папа Миян. Они отличаются таким ароматом, который превращает нас в рабов. Розы. Реально. Потому что, когда ее нюхаешь, ты все. Ты улетаешь, ты пропадаешь. И ты хочешь их снова. И ты готов и укрыть их на зиму как угодно. И остаться там вместе с ними под этим укрытием, чтобы согревать их своим теплом. Ну и так далее. Розоводы меня поймут. Так. Флокс. Флокс Зинаида. Вот похвалюсь. Вам ни у кого такого флокса нету. Упал в мою коллекцию. Как эксклюзив. Вот он. Он как вот такой однолетний флокс. Вот если вы сажали, только он многолетний. Вот напоминает соцветия. Ну и высокий, конечно. Вот она, Хоста Либерти. Кто смотрел инстаграм, где я накупила себе на годовщину свадьбы растений. Вот она заняла свое место. Так, сейчас идем с вами дальше. Вот опрыскиватель стоит. Гардена, кстати, очень удобный. Рекомендую. Опрыскивали вчера все. Все розы опрыскивали. Скорт, опас от черной пятнистости. Но это не особо поможет. Но все равно опрыскать надо. И огурцы с кабачками тоже от мучнистой росы. Урожай тоже собрала и опрыскала. Вот у нас здесь уголочек. Вот тоже из-за питунька такая. Из серии «Звездное небо». Вот там, сейчас мы подойдем с вами. Вот у нас такой уголок здесь. Столик, кстати. Новый сделали столик. Просто нам, смотрите, отдали каркас вот этот вот. И мы зачистили, покрасили каркас и сделали столешницу из половых досок. И получилось очень здорово. Вот, а хотели выбросить, между прочим, немые соседи. Так. Сейчас посмотрим с вами. Вот она лилия. Это лилия Анастасия. Это одна из поздних лилий. Одна из поздних лилий. Очень рекомендую вам эту лилию. Если вы найдете, она будет свистеть, когда уже все отсветут. Ну, это пыльник-мыльник или мыльнянка махровый. Очень, кстати говоря, он ароматный. Ну, разросся безобразно. Надо сейчас будет его как-то приструнить. Так, идем с вами дальше. У нас осталось, правда, всего 5 минут. Я надеюсь, что мы успеем как-то вот вписаться в это время. Сейчас. Ой, лилийники. Август, да, это гортензии, флоксы, лилийники. Кстати, если вы хотите себе беспроблемный сад, вот посмотрите, лилийники. Какое чудо. Вот, ну, необыкновенная красота. Лилийники, флоксы и пионы. Вот посадите эти цветы, и у вас всегда будет цветущий сад. Вот они, видите, какие разные. Вот. Смородину. Вот, вон они, лилии на заднем плане. Вон они, высоченные лилии. Вчера как раз собрала смородину. Вот они, флоксы здесь, которые мы с вами смотрели. Вот здесь бузульник отцвел, обрезали, остался только вот такой ромашкой. Сейчас идем с вами дальше смотреть. Ну, вот он, клематис синий, мелкоцветковый. Там вот дерен пестролепестный. Здесь у меня фуксия и пеларгония. На летнем выгуле скоро, к сожалению, закончатся. Как пойдут вот эти заморозки, придется забрать. Ну, здесь гортензия начинается. Про гортензию у меня, повторюсь, на канале много сюжетов. Есть отдельных и про сорта есть, посмотрите. И про укрытие на зиму. И как укрыть гортензию, если она не сгибается, не пригибается и так далее. Вот, сейчас с вами пойдем здесь. Это лавина, это белая лавина счастья. Вот я вам сейчас показываю, у меня дух захватывает у самой. Это ванила фрейс. В начале роспуска она белая. Потом начнет розоветь. Еще сейчас новый сорт вышел, похожий на ванилу фрейс. Очень хочу, не вспомню сейчас название, очень хочу посмотреть, посадить. Но места нету, прям даже не знаю, кем пожертвовать. Индвинсибл спирит, это моя любимая гортензия. Она уже цветает, того вида нету. Но вы видели ее в июльском саду. Вот она в начале роспуска, вот такая. Это красная древовидная гортензия. Лилии фрезо. Тоже одни из моих любимых лилий. Роза из серии очаровательные глазки. Сейчас мы с другой стороны зайдем, посмотрим на этот уголок. Скумпия. Скумпия. Ой. Это сейчас еще тень, солнца нету. А гортензия здесь little limelight. Это карликовая гортензия. Здесь звездит рудбеки. Рудбеки сеется у меня сама. Каждый год. У меня она как однолетка, вот эта вот волосистая ведет себя. И каждый год она меня поражает новыми сочетаниями цвета. Здесь у нас бардачок. Мы плитку вот там продолжили выкладывать. Здесь у меня будет другая плитка, вот они состыкуются. Поэтому сейчас немножечко такой вид не очень и непонятно. Но это начало задумки. Бругмансия вся в бутонах, вся набирает цвет, будет снова цвести. Сейчас вам с этой стороны покажу. Там вот около мангала перчик у меня тоже с перчиком. Вот здесь сожрали канну. Видите, как канну сожрали? О, слизни какие. Вот там, если кто увидит, в горшочках там перец. Вот, кстати, надо будет шарик сделать из багрянника. Так как-то тоже руки не дошли. Меня спрашивали в тот раз, да, это герань, садовая розанна, вот эта вот. Необыкновенная совершенно тоже вещь. Вот она, рудбеки. Вон они, яркие флоксы. О флоксах тоже можно говорить бесконечно. Пруд, наконец-то почистили пруд. А поверхность, видите, летят с рудбеки и пыльца летит. И такая... Кстати, сделаю, да, в ближайшее время сделаю сюжет про прудик. Вот смотрите отсюда. Смотрите, какая красотень. Рудбеки на фоне с кумпией бордовой. Это вообще бомбические сочетания. Сейчас мы отсюда с вами посмотрим. Вон там тоже флокс. У меня даже сейчас, наверное, не хватит. Вот, вот. Вот так вот. Представляете, вот чудо какое. Ну как вот можно не любить цветы, и как можно их не сажать. Бомба. Просто бомба. Сейчас пойдем с вами посмотрим. Махровую лилию. Махровую лилию. Гортензия зора. Но у меня она в этом году хуже, чем в прошлом. Вот, а то вы все спрашиваете. Но у меня есть отдельный сюжет про нее. Вот лилия. Смотрите отсюда. А это вот гортензия из Вьетнама приехала ко мне. Вот она, махровая лилия. Чудо. Это чудо. Чудо абсолютное. Еще одна гортензия крупнолистная. Так, у нас остаются с вами прямо буквально секундочки. Потому что у меня на 20 минут рассчитано. На всякий случай с вами попрощаюсь. Вимс Ред гортензия. И надеюсь, что вам понравилась прогулка по саду. Вот крупнющий, смотрите, крупнющий лилийник вот такой. Вообще бомба просто. Просто бомба. Субтитры сделал DimaTorzok